Я, братья и сестры, поздравляю вас всех с началом рождественского поста. Вот, к сожалению, мы настолько привыкли к разным явствам, что пост для нас становится тягостью. Пост, увы, часто перестает тем благодатным временем, которое ты с радостью принимаешь, и которое тебе помогает очиститься и стать, в конце концов, лучше. В общем-то, и призывание поста именно в этом состоит. Ради большого праздника не лишний раз задумайся о своей жизни, не лишний раз будь дисциплинирован, в том числе и в идее. Увы, современное общество таково, что нам это бывает не под силу и тягостный, мы с тоской смотрим на то, что пост начинается, и желаем, скорее бы, скорее бы, не праздник пришел, а скорее бы, скорее бы, пост закончился. Это печально. Но надеюсь, что все-таки, все-таки мы будем приходить в разум духовный, и сегодняшнее, по крайней мере, в нашем храме служение меня очень радует. Сегодня мы с вами молились простой рядовой службой. Она называется Аллилуйя. Так, служба, она настолько устная, настолько сугубо призывает человека к покаянию, что даже в этот день не положено служить литургии. А у нас, если не положено служить литургии, так зачем вообще тогда в храм не приходить? Слава Богу, здесь я вижу ни одного, ни двух, ни трех, и для нашего маленького храма достаточно большое число людей. Это меня радует. Мы помолились простой по своему устроению службы, на простой по своему устроению службы, но очень важной цены. Службе, которую в современном, опять-таки, устроении мы забыли, что даже рождественским постом полагаются великие поклоны. И в рождественский, не только в Великий пост, и в Петров пост полагаются те поклоны, о которых мы порой хотим знать только очень небольшой промежуток времени. Но дело даже не в поклонах, дело именно в сознании. В сознании того, что мы постимся не ради обременения себя, а ради исцеления. Поэтому еще раз хотя бы вас поздравляю с началом поста и желаю вам всем поста благоприятного. Аминь. Спасибо.